I want to speak on this topic today, where your safety lies. Я хочу сегодня говорить с вами на тему о том, где находится безопасность, ваша безопасность. Where, as a Christian, where your safety lies. Как христиан, мы должны знать, как христиане, мы должны знать, где находится наша безопасность. You see, there are a lot of frustration in Christianity. Есть очень много разочарований каких-то в христианстве. There are a lot of chaos, a lot of confusion in Christianity. В христианстве, несмотря на то, что вроде бы все должно быть хорошо, мы можем сталкиваться с каким-то хаосом, суетой или непониманием. There are a lot of worries in Christianity. Много беспокойств, бывает много причин для беспокойства даже в христианстве. You know, the Christianity we have now is not the kind of Christianity that Jesus handed over to his disciples. И вы знаете, правда состоит в том, что христианство, в котором мы с вами сегодня живем, оно отличается в чем-то от христианства, которое Иисус передал своим ученикам. Потому что Иисус, то христианство, которое Он принес на землю, это было чистое, святое, саможертвенное, просто до границ, до безграничия саможертвенное христианство. И вы знаете, несмотря на то, что прошли годы, что-то менялось. И вы знаете, к сожалению, также какие-то изменения произошли в церкви Христовой, изменения, которые Иисус не узнает и не понимает на сегодняшний день. So we have to think, if Jesus will feel at home in our churches today, we have to think, if Jesus will feel at home in our churches today. И подумать даже об этом. А если Иисус сегодня придет в церковь, вообще, как Он будет чувствовать себя в этой церкви? Удобно? Как бы почувствует ли Он себя дома? Поймет ли Он и вспомнит о том, что, слушай, это та церковь, которую я оставил на земле? Часто даже как лидеры церкви или как пастора мы можем думать о том, что все, что мы делаем, это для Бога, для Иисуса. Но мы знаем также о том, что может произойти такая ситуация, что Иисус может прийти, посмотреть на церковь и сказать, что, слушай, я не устою свою церковь. Поэтому то, что необходимо нам, нам необходимо, общаясь, имея контакт с Богом, понять тот вызов, который мы имеем в сегодняшнем поколении. И мы знаем о том, что Бог, мы знаем, и Слово Божье о том, что Бог, Он всегда имеет надежду и полагается, Он говорит об остатках. Помните, Он говорит, что будет какой-то остаток, будет какой-то остаток. И вы знаете, то, что нам, как христианам, необходимо, то, на чем нам, как христианам, необходимо задуматься, это о том, что, не делаем ли мы церковь просто уже по обыденности, как обычно. И мы должны осознавать, что все, что мы делаем так же, мы делаем правильно, и мы делаем это самым наилучшим образом. Вчера мы говорили немножко с Вами на тему управления временем. И говоря на тему, говоря о проблеме, нехватке постоянного времени, управления временем, мы вчера выяснили о том, что для того, чтобы исправить это, нам нужно прежде всего себе задавать какие-то определенные вопросы о самих же себе и своей жизни. И так же мы должны понимать о том, что жизнь наша со Христом, она будет требовать нашего посвящения, она будет требовать нашего времени, она занимать будет определенное место в нашей жизни. И осознавая о том, что точно таким же образом Бог рассматривает всю нашу жизнь, и в том числе церковную, мы должны также понимать и задавать себе определенные вопросы, когда мы делаем церковь. А когда мы приходим в церковь, а когда мы являемся церковью Его, правильно ли мы это делаем? Все ли мы делаем правильно? И иногда у нас возникает даже такое искушение, как у христиан подумать о том, что, о, это я Богу просто милость оказываю, это я Ему, ну просто Он должен радоваться того, что я пришел в церковь сам. Иногда мы можем даже становиться религиозными просто в том, что приходим в церковь. Но, послушайте, правда состоит в том, что мы с вами здесь не ради церкви. Мы здесь не для того, чтобы совершать церковную деятельность. Мы должны осознать, что мы находимся здесь сегодня, на этом месте, потому что есть определенные цели и задачи предназначения Царства Божьего. И Царство Божье и Его цели и задачи, оно гораздо больше, чем все церкви и цели, по всему миру церкви и цели и задачи этих церквей. И только тогда, когда церковь живет для предназначения целей Царства, только тогда церковь сама по себе, она обретает вообще смысл. И только тогда, когда в своей жизни, мы в такой же степени позволяем нашим жизням жить для цели Царства, только тогда сама наша жизнь по-настоящему обретает истинный смысл. Поэтому вопрос сегодня, это тема проповеди, где же находится эта линия, граница безопасности, где же есть эта безопасность, среди всего этого нечистого, к сожалению, христианства. И вы знаете, я уже сама христианка достаточно долгое время, и, к сожалению, я также стал с многими вещами, которые неприятные, знаете, такие неприглядные вещи у христианства. И я думаю, что если сейчас кто-то из вас будет свидетельствовать, вы также можете чью историю предназначения рассказать о том, кто-то пришел в церковь, потому что, о, меня, ну, огорчили, я разочаровался в Боге и в церкви. Но мы также понимаем, что больше некуда идти. Понимаем, что кроме церкви, а куда еще идти, нет лучшего места. Церковь, это, ну, из всего, что можно выбрать, церковь, это самое лучшее, что Бог имеет. Поэтому нам необходимо, поэтому... У нас другого выбора, короче, нет. Кроме чистить церковь. Как очищать церковь. Очищать искусство. Поэтому иногда у нас возникает такое искусство, и нам хочется убежать от проблем, избежать проблем. Но то, что Бог хочет, Его цель, Его планы о нас, это чтобы мы оставались церковью и приносили изменения. И это то, что является общим для практически всех посольств Божьих. И, вы знаете, исходя из 15-летней истории церкви и посольства Божьей, которая есть по всему миру, я вам хочу сказать, мы постоянно, на самом деле, наша церковь постоянно живет среди гонений каких-то атак, но только лишь по одной причине, потому что изначально мы приняли решение не строить церковь так, как строят просто ее все, ну, не строить ее так, как чтобы угождать себе, а угождать Богу. И мы приняли решение, чтобы наша церковь никогда, она не была связана, знаете, такой церковной политикой, знаете, внутри церковной такой мамаш, и чтобы никогда наша церковь, она никогда не была бизнесом, не стала бизнесом. И Библия говорит о том, что всякий, кто старается или будет стараться жить святой жизнью, будьте готовы к гонениям. Но в настоящем христианстве, кроме всего этого, есть еще и место безопасности. Есть будущее, есть светлое будущее у христианства. И настоящее, чистое, такое, знаете, достославное христианство, это то христианство, которое Иисус оставил, передал нам перед Своим Вознесением. И это, оно отличается от того христианства, которым мы сегодня с Вами привыкли. Но нам необходимо открыть свое понимание, чтобы понимать и определить, на какой стороне мы хотим для себя быть. Будем ли мы в стороне, которая живет, но ее будущее поднимает, его нет. Потому что Библия говорит, что узкий путь, узок, путь, который ведет на небо. Или же мы выберем широкий путь, на котором есть все удовольствие, все удовлетворение своей жизни. Я верю о том, что Вы сегодня здесь. Потому что Вы один из тех, которые приняли решение сделать все, чего бы это ни стоило. Чтобы прославить своей жизнью, за период своей жизни прославить Бога, оставить отпечаток Его славы на этой земле. Давайте откроем, пожалуйста, послание филиппийцам, третья глава. Филиппийцам 3, I read from verse 1 to 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of mutilation. For we are the circumcision, who worship God in the Spirit. Мы будем читать послание филиппийцам, 3 глава, 1 по 3 стихи. Написано, впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Знаете, если вы уже в церковь ходите или приходили больше, чем 5 лет, вы можете обратить внимание, что часто какие-то проповеди, они как будто бы повторяются. И очень интересно, но можно через какое-то, через лет 5, вы можете обнаружить такое одно интересное явление. Что, приходя в церковь, вы обнаруживаете, как будто ничего нового нет уже. То есть, я уже это слышал, где-то уже об этом говорили. Но я хочу, чтобы мы с вами понимали, что это то, как Бог работает. Соломон говорит, царь Соломон говорил, что нет ничего нового под небом. И вы знаете, вы можете очень легко, потому что вы можете очень легко обнаружить, что может появиться такое ложное ощущение, или чувство, желание, ой, я хочу что-то новенького, я хочу что-то нового услышать. Но в погоне за этим мы можем просто с вами ошибиться. Потому что, на самом деле, вначале основы христианства, мы их познаем, и потом все, что дальше происходит, такое ощущение, как будто повторение. То есть, повторение того, что мы уже где-то знали. И повторение это очень важно для нашей с вами жизни, потому что именно через повторение мы укрепляем наши жизни. Бог укрепляет наши жизни, и мы становимся сильными по-настоящему в Боге. И то, что должно происходить с настоящими христианами, это через какое-то время, спустя какое-то время, как вы приходите в церковь, вы узнаете, укрепляетесь в Боге, узнаете свое жизненное предназначение, и вам не нужно, не нужно этого делать, не нужно бегать за какими-то новыми проповедниками, новые откровения. О, я услышал что-то новенькое, о, мне там сказали то, чего еще не знал. Нужно быть занятым, нужно суметь, нужно сделать себя занятым исполнением предназначения, которое вы узнали. Потому что всегда, помните, мы здесь находимся на земле для исполнения предназначения, а не в поисках новых проповедей, свежего откровения какого-то. О, призвал нас и родил нас на этой земле, чтобы быть делателями Слова, а не слушателями и слышателями. So, that was why Paul was writing here that, for me to write the same thing to you is not a problem, it's not tedious. And that's what I'm doing now. I'm also telling you the same old thing, the same old truth. И вы знаете, поэтому апостол Павел здесь пишет, он говорит такие слова, писать мне, для меня, не тягостно, не тягостно, то есть не тяжело. И это то, что я буду делать. Я буду говорить вам о каких-то вещах, которые для многих из вас, возможно, они будут той же самой, старой, и уже где-то избитой, прибитой для нас истиной. И знаете, есть такие люди, иногда христиане, которые говорят, о, я уже знаю, о чем пастор будет проповедовать, я уже его проповеди, я уже наизусть знаю, вдоль и поперек этого пастора, поэтому, ну, что нового я могу услышать здесь? Но вы знаете, что истина заключается в том, что даже если вы знаете уже все, но вы еще этого не делаете, то есть не практикуете, вы не исполняете предназначения, то то, что вы знаете, можно приравнять к нулю, потому что на самом деле вы ничего не знаете. Потому что если ваша жизнь, она не свидетельствует, то есть если в ней нет плодов того, что вы знаете, тогда все, что вы знаете, вам нужно понять о том, что все, что вы знаете, это абсолютно ничего. То есть оно бесполезно, оно пустое в вашей жизни. Мы должны знать, чтобы реализовать реализацию. В Proverbs, it says, there is a way that seems good to a man, but at the end, it's destruction. Listen, it seems good, it smells good, it feels good. I mean, at the beginning, it seems. That's what we have to learn, to bring our feelings, our thoughts and stuff to reality, to conformity with the Bible. И вы знаете, то, что нам необходимо сделать, нам нужно научиться, послушайте внимательно, нам нужно научиться приносить, приводить себя в соответствии с реальностью, для того, чтобы понять о том, что мы делаем и как это будет осуществляться, или как это будет отражаться на жизни. Есть местописание притча, в котором говорится, что в начале пути какого-то человека кажутся ему приятными, но в конце этих путей, или правильными, но в конце путей разрушение, то есть полное разрушение, то есть в конце оно ведет в никуда. Поэтому то, что нам нужно не научиться делать, нам нужно научиться приводить свою жизнь в соответствии с тем, что мы чувствуем. Нам кажется вначале, о, классный путь, хороший, но это не есть правда. Нам нужно научиться приводить их в соответствии с Библией и истиной Слова Божьего, даже если это будет неприятно на первый взгляд. Например, молодой человек, он вначале может пробовать курить. Почему? О, это прикольно, попробую покурить, или там, ну, я хотя бы попробую. Или кто-то может, ну, тоже парень, ну, какой-то молодежь, они могут пить, потому что думают, ну, это интересно, я попробую, почему бы нет? То есть оно кажется привлекательным, вроде бы, сейчас, но никакой проблемы же нет. И вы знаете, например, девочки, они могут, о, я хочу иметь парня, мне нужно обязательно с кем-то повстречаться, встречаться или там, я заведу себе любовника, а что, какая проблема? Ну, вначале это интересно даже. Какая проблема? Вообще никаких проблем нет. Я себе живу, класс удовольствия получаю, наоборот. И вначале это кажется привлекательным, вначале это кажется настолько простым и понятным, что даже они видят будущее, они уже предвкушают, они уже воображают, о, мы будем так, мы там поженимся, знаете, вот то-то, уже строят себе планы, видят их. Но если такой человек, ему будет благословлен Богом, у него получится вначале привести все свои вот эти вот мысли, все свои розовые мечты, такой девушки, например, она возьмет и приведет их в соответствии с Библией, то есть смирится и почитает Библию, то все, что она увидит о своем будущем, это только слова. Пустота. Поэтому в реальности, как христиане, настоящие христиане, то, что нам необходимо делать, нам нужно научиться видеть свою жизнь в призму Божьей истины. Не сквозь призму тех планов или каких-то, знаете, надежд, ложных надежд, которые мир сегодня пытается сказать, что, а, вот так вот будет нормально, а именно увидеть как бы будущность с точки зрения Божьей истины. И вы знаете, правда заключается в том, что мы приходим в церковь, мы имеем слушание в церковь, мы собираемся в какие-то домашние группы не для того, просто чтобы что-то новеньким поделиться, а лишь только, ну, основная цель этого в том, чтобы наполнить себе ту же самую старую истину, которая была от веков, которая была от начала, то, что Бог говорил, для того, чтобы устоять в ней. Посмотрите на самого Бога. В начале написано в Библии, Бог сотворил небо и землю. Слушайте, ничего не поменялось до сих пор. Земля и небо также существуют. Нравы меняются, меняются устои какие-то, но Божьи принципы не меняются. И Бог дает нам это видеть, для того, чтобы мы с вами поняли, таковой же должна и быть наша жизнь в Боге. Мы должны быть укоренены в Его истине. Бог хочет, чтобы мы не просто с вами служили Ему, просто служили, делали что-то для Него, но Он хочет также, чтобы мы были с вами сохранены, чтобы мы были спасены и сохранены в этом служении, по мере того, как мы служили. Как христиане, Бог не хочет, чтобы мы проходили в своей жизни христианской через корабли крушения. Он имеет огромное будущее для нас, Он имеет надежды для нас, У Него есть судьба, у Него есть определенное предназначение и цель, для которой Он дал нам жизнь. И нам необходимо быть тесно, ходить тесно, близко с Ним, для того, чтобы осуществить эту судьбу. Есть масса людей, наверное, вы знаете, они начали, то есть пришли к Богу и начали как христиане, но в конце своего пути закончили они вообще неверующими. Нам необходимо с вами, будучи христианами, просто прописать это у себя, внутри, в сердце, о том, что мы должны глядеть, ну, мы должны смотреть постоянно, быть сконцентрированы, сфокусированы на окончании своей жизни, чтобы осуществлять, живя христианской жизнью, в конце не потерять это. Потому что будет масса вещей, поймите, реальность такого, что будет масса вещей, как в церкви, так и вне церкви, которые будут отвлекать ваше внимание от этого фокуса конца вашей жизни. И иногда у нас, знаете, возникает такое ложное представление, мы думаем о том, что, о, церковь, все, это святое место, здесь все теперь так свято, мир, да, он лежит возле, а в церкви все классно. Нам нужно с вами понять реальность и правду о том, что, к сожалению, так будет тоже иногда, что в церкви нужно приготовиться к тому, что иногда вас будут не понимать, иногда будут, может, где-то не принимать, то есть будут какие-то моменты, которые как гонения, и даже внутри церкви, несмотря на то, что это церковь. И нужно это понять, для чего это нужно иметь, что если даже церковью что-то произойдет, с церковью может что-то произойти, но ваша вера в Бога не должна поколебаться, то есть непоколебимой должны остаться ваши взаимоотношения с Богом, они не должны базироваться на церкви, они должны базироваться на ваших отношениях с Богом. Необходимо понимать, что даже если пастор упадет, отойдет от Бога, ну так произошло, даже если вдруг произошло, то вы должны остаться с Богом, потому что Он ваш Спаситель, не пастор ваш Спаситель, это Бог ваш Спаситель. Поэтому необходимо просто увидеть церковь всего лишь как инструмент, который Бог, и пастор, а как инструмент, который Бог использует в Его руках для того, чтобы осуществить, для того, чтобы вам пройти этот жизненный путь. Это всего лишь инструмент. Это Бог, так вот, Он взял и избрал зачем-то. Это не означает, что нужно теперь говорить, ах, кто такой пастор, это всего лишь инструмент. Нет, нельзя потерять уважение и нельзя относиться без уважения как к Божьим дарам, пастору и церкви. Пастор и церковь это Божьи избранник, то есть это Божья благодать, это Божий, ну не инструмент, это Божье чудо, скажем так, которое Он дал вам для того, чтобы осуществить вам вашу жизнь. И ваше отношение к пастору, ваше отношение к церкви, ваше отношение к братьям и сестрам в церкви, это именно будет то, за счет чего или че, посредством чего Бог будет внутри вас формировать правильное отношение, взаимоотношение с Ним, и это то, что в конечном итоге поможет вам. Библия говорит, например, любите ваших врагов. Слушайте, насколько глубокая мысль, насколько это важно, нам нужно иметь врагов, то есть Бог будет допускать каких-то врагов, но для того, чтобы нам иметь хорошее взаимоотношение с Ним. То есть, послушайте, оказывается, враги нужны, но нужны не для того, чтобы нам на них обращать внимание, но враги нужны нам для того, чтобы сформировать правильное отношение к Богу и правильную позицию перед Ним. И, конечно же, истина заключается в том, что да, в христианстве, в церкви, мы будем встречать хороших, замечательных людей, но мы не должны, как он сказал, положиться на них, то есть соединить свою жизнь с ними. Потому что мы должны наслаждаться моментом, мгновением, днем, месяцем, годами, которым Бог дает нам наслаждаться вместе с ними, но целью основной нашей, постоянным фокусом нашим должен быть Бог, даже несмотря на то, что нам хорошо с этими людьми. И в английском написано, я буквально сделаю такой перевод больше с английского написано, что писать об этом, обо всем, о Господе, для меня не тягостно, а наоборот, это радость, это удовольствие, это полезно. Потому что, он говорит, этим это спасет вас, это сохранит вас, напоминать вам об одних и тех же вещах постоянно. Послушайте, не замечательно ли это? Смотрите, мы читаем одну и ту же, старую уже, вроде бы избитую, зачитанную Библию, одну и ту же книгу всю свою жизнь. Но вдумайтесь, это дает нам, каждый день, это обновляет наши силы, в наших взаимоотношениях с Богом. Та же самая книга, но каждый раз по-новому. И это, смотрите, это то, как все работает, то есть Бог использует, вот это постоянно одно, вроде бы, тоже, вроде бы, какое-то даже как повторение звучит для нас. Но Он использует все это для того, чтобы укоренить наши жизни в нем, чтобы в конечном итоге мы могли наследовать ту обетованную землю, которую Он подготовил для наших. И вы знаете, часто происходит так, вы можете увидеть то, что пастор проповедует какую-то замечательную такую проповедь, просто, ну, все так, вау, все, да они прыгают, скакивают, кричат, yes, amen. Но в конце, когда вы послушаете их, что они скажут вам в этой проповеди, вы поймете о том, что на самом деле, то есть, как бы, они поволновались, а запомнили, да ничего не запомнили еще. Даже запомнили, не то, что уже стало их жизнью. Потому что прежде чем что-то станет по-настоящему нашим разумением, нашим образом жизни, нам необходимо это минимум, я не знаю, сотни раз переслушать, слушать, 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 до тех пор, пока это не сломает сопротивление нашего собственного менталитета, не войдет внутрь нас, не вырастет, не распространится там и не станет нашим мировоззрением. И чем больше вы слушаете это, тем глубже вы находите себя укорененными в истине, и эту истину укорененную в вас. И поэтому мы должны быть с вами сосредоточены и понимать и осознавать, что есть глубина, которую нам нужно с вами иметь с Богом. Мы не ищем с вами какую-то новую, мы не должны искать какую-то новую, свежую истину. Есть только одна истина, она непоколебима, она есть. Есть только одна истина, нет другой истины, он говорит, люби Господа, вослепи Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и разумением, вослепи ближнего своего как самого себя. И он говорит, что это истина, на которых эти два принципа, два закона, на которых базируется весь закон, то есть вся жизнь, двух этих истин, они не новые, они те же самые. Но углубляясь все больше и больше в этой истине, мы можем начинать обнаруживать, как это обогащает нашу жизнь, и это делает ее сильнее, и каждый раз это все больше и больше. Поэтому, когда в следующий раз вы будете слушать, что какой-то проповедник проповедует те вещи, которые вы уже знаете, задайте себе вопрос, а для чего Бог дает мне возможность слышать? Возможно, я до чего-то как раз и не понял еще, возможно, Бог хочет меня все-таки чему-то научить или изменить мое представление об этом. И тот инструмент, который Бог, то есть Божья благодать или милость, которую Он использует для того, чтобы нас укоренить чем-то и сделать нас сильным в этом, это напоминание. То есть Он через напоминание постоянно будет говорить. И вы помните, когда Иисус перед Вознесением своим на небо, что Он сказал своим ученикам? Он говорит, для вас лучше, чтобы Я ушел. Почему? Потому что придет Дух Святой, и что Он сделает? Заметьте, Он говорит, Он наставит вас на всякую истину и напомнит вам все, о чем Я уже до этого говорил вам. Он не говорит о том, что Дух Святой придет и новое Евангелие какое-то вам, новое что-то расскажет вам. Он говорит, Он, Дух Святой, Он начнет возгревать и напоминать вам систематически то или те истины, которые Я, Иисус, учу вас. Он расширит, то есть Он разъяснит, Он будет постоянно разъяснять, чтобы нам это доходило лучше, то, что Иисус уже научил нас. Это написано в Евангелии Теана, можете все записать, 14 глава, 16-18 стих. И 26 стих, 14 глава. Он будет напоминать нам постоянно то, о чем Иисус уже учил. И из-за того, что у нас есть много ответственности, часто мы можем забывать о каких-то вещах, которые Иисус уже, Бог уже нас учил до этого. Поэтому правда заключается, правда в том, дорогие, нам нужно напоминать систематически, нам это нужно. Смотрите, даже как родители, что происходит, для того, чтобы нам научить детей, нам иногда приходится одно и ту же истину, не просто сказать, не делай того. Нам приходится напоминать постоянно, систематически, то есть даже если они ничего не делают, но не получается, продолжать им напоминать, учить. Поэтому если вы еще находитесь в таком выборе, вы еще в совмешательстве, напоминать или не напоминать, напоминать нужно. И часто многие люди, когда вы им уже напоминаете о чем-то, вы можете обнаружить, что у них такая, знаете, защитная реакция. Ну, зачем, зачем, мне это не надо, что. Не обращайте на это внимание, им как раз это нужно. В Евангелии 14 глава 6 стих Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Мы говорим о том, чтобы напоминать об истине. Но если вы смотрите, Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Есть Божественный порядок какой-то вот в этом утверждении, то есть то, как Бог видит, что должно происходить. Пока вы не пойдете на путь, вы не можете найти истину. Потому что путь, это как правильная дорога, или правильное направление движения человека. Нельзя поехать в неправильном направлении, то есть желая доехать, к примеру, до Сиэка, на север, вы не можете ехать на юг, в сторону Олимпии, и ждать, когда же я найду Сиэк. Поэтому, когда мы приходим к Богу, то, что необходимо нам, нам нужно встать на правильные рельсы. На рельсы правильного утопления. Для чего? Чтобы по ним добраться до понимания истины. Знаете, сейчас существует философия человеческая. Есть один Бог, но есть сто разных путей к Нему. И люди, знаете, иногда говорят, а что это такое, что это за эгоисты вы такие, что это вы придумываете, что только Иисус есть путь. Почему Иисус, кто Его избрал, кто утвердил, это те постановления, закон об этом. Послушайте, правда заключается в том, что Иисус единственный путь, потому что Он единственный истина. Есть одна истина. Понимаете, как, например, седл. Есть только один седл, но нет другого седла. Такого же. И естественно, что раз седл один, то приехать к Нему можно одной дорогой. Поэтому для того, чтобы добраться до истины, необходимо прежде выбрать правильный путь. И мы с Вами уже в правильном направлении. Мы отдали Своей жизни Иисусу. Мы общаемся с братьями и сестрами. Читаем Библию, молимся. Мы уже двигаемся в правильном направлении. И поэтому на этом пути, то есть по мере того, как мы двигаемся на этом пути, мы открывать будем для Себя постоянно какую-то истину. Истину, которую Бог дает нам возможность найти на этом пути. И только после того, как мы находим для Своей жизни определенную истину, мы обретаем в свете этой истины счастье или жизнь какую-то. То есть истина становится жизнью для нас. Например, я хочу задать вопрос. Когда у вас есть женаты, и вы скажете, что ваш брак счастливый, вы по-настоящему счастливы в браке. Вы счастливы в браке. Это означает, что раз у вас есть счастье, то у вас есть жизнь в браке. То есть ваш брак живой. Правда или нет? Не мертвый. Но послушайте, почему эта жизнь, почему вы можете сказать в вашем браке, что он счастливый или живой, это лишь только потому, что до этого момента вы нашли какую-то истину о своем браке, открыли ее для себя, применили ее, и поэтому ваш брак живой. И эта истина, она привела ваш брак к такому состоянию, что сегодня вы поднимаете руку и говорите, я счастливый, брак живой. Послушайте, истина также заключается, ну правда заключается в том, что сегодня, в это же мгновение, пока вы поднимаете руку, тысячи других людей разводятся. И они не плохие, по своей сущности люди. Зачастую, даже несмотря на то, что они в миру, они иногда лучше по каким-то качествам коража, чем мы с вами. Но из-за того, что они в своей жизни выбрали неправильный путь, поэтому они не смогли найти какую-то определенную истину, и как следствие, не найдя определенную истину, они не нашли жизни. Поэтому, в конечном итоге, они не обрели жизнь и пришли к этому корабле круговую. Но, осознавая то, что мы с Богом, мы понимаем, что мы пары, потому что мы знаем истину. Всегда будет напоминать нам, наставлять нас, еще раз напоминать на истину какую-то, для того, чтобы в конечном итоге, в нашу же жизнь, принести жизнь. Поэтому, на самом деле, если вы встречаетесь с настоящими крестьянами, вы всегда смотрите, они какие-то счастливые, сияющие, потому что в Библии говорит, что вы познаете истину, и истину сделает ваш жизнь свободой. А там, где есть свобода, там есть и жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!